В Екатеринбурге сегодня открылся крупнейший федеральный гастрономический фестиваль. Он называется «Ода-Еда» и в столице Урала проводится уже во второй раз. Участие в нем приняли и компании из нашего региона. На площадке спорткомплекса «Динамо» работает Ирина Шипилова. Ирина, добрый день. Чем угощают и пользуются ли спросом тюменские продукты? Катя, добрый день. Здесь очень вкусно и до сих пор многолюдно. Я расскажу немного о фестивале. Он проводится летом по очереди в разных городах. Москва и Санкт-Петербург принимают его уже в пятый раз. Екатеринбург, как ты верно отметила, во второй раз. Городами-новичками в этом году стали Красноярск и Нижний Новгород. И завершится вся эта череда гастрономических прикрас в поселке Абраудерсо осенью. Ну, как вы понимаете, там будет уже чем запить все это разнообразие. Здесь, в Екатеринбурге, планируют за два дня праздника принять около 40 тысяч посетителей. Праздник будет сегодня и завтра. И вообще фестиваль позиционируется как фестиваль уличной еды. Вот сколько еды на этот праздник привезли тюменцы, нам расскажет Мария Власова. Это представитель нашей компании «Золотые луга». Она сейчас рядом со мной. Мария, добрый день. Скажите, как вы выбирали ассортимент, сколько вы привезли сюда продуктов питания и как оценили ваши труды гостей фестиваля? Добрый день. Мы ориентировались на то, что это фестиваль еды. О, да, еда – это фестиваль семейный. Взрослые дети у нас любят, конечно же, уникальную кисломолочную продукцию «Живи здорово» с бифидой и лактобактериями. И также мы привезли торговую марку «Золотые луга», среди которых знаменитый «Шимский сыр». В Екатеринбурге также знакомы с нашей продукцией. Ажиотаж как раз-таки на сыр, натуральный сыр без добавления пальмового масла, который просто скупают на ура. Спасибо вам большое, Мария. А я добавлю, что здесь не только гастрономическое разнообразие, но и обширная развлекательная программа. Здесь проводятся мастер-классы шеф-поваров, в том числе и московских. Проводятся гастрономические лекции, есть детская зона. Напомню, что праздник будет проходить здесь еще и завтра, но о том, сколько вкусного тюменского полезного в итоге съели, я расскажу уже в понедельник в выпусках новостей. Екатерина. Спасибо, Ирина. Напомню, в Екатеринбурге проходит федеральный гастрономический фестиваль, на котором представляют свою продукцию тюменские компании. Там работает наш корреспондент Ирина Шипилова. И уже в понедельник мы ждем от нее более подробный отчет. Следите за выпусками ТСН.